всем привет дорогие зрители и подписчики аналогов на канале семена чемоданных с вами я славян и сегодня в этом выпуске мы проведем первый день в турции в стамбуле сейчас покажу куда мы заехали но это не последняя квартира куда мы заедем вот расскажу чё почем и конечно же погуляем так что ставьте лайки пишите комментарии погнали 4 утра движуха в стамбуле нас высадили здесь зона пешеходная кафешки город живет нам нужно до квартиры дойти пешком мы жить будем прям на этой улице здесь самозаселение пока на первом этаже дальше чуть позже расскажу что у нас будет настенку спасаем видите как можем капельками угораздило ну конечно же мудро начнем с наших любимых семитов смотрите где мы живем вот на этой улице а слева и справа туристической улице не ездят машины ходят только трамваи сейчас пойдем гулять после завтрака ну и конечно же завтракаем семитами потому что это что парни очень вкусно вот мирошка будет запозимить у человек давайте кушайте так давайте room tour быстренько смотрите здесь батарея вай фай наши шмотки телевизор одна кровать там дальше кухня здесь от настенка лежит сухомучается шкаф диван куча вещей дети которые словно не летели вообще не устали так дальше у нас вот небольшая кухня бойлер стол вот пожалуйста холодильник чайник короче традиционно все как есть раковина и ванная комната душ и туалет и по сути как бы все единственное что здесь мы ненадолго сейчас он напишет когда освободится квартира на четвертом этаже и на сказать селит вообще на самом деле ему огромное спасибо за то то что ночью есть такая возможность было приехать и заехать вот сюда на первый этаж она была свободна у нас запустил да конечно как за сутки на надо будет занять доплатите но тем не менее я сколько искал не было возможности вообще заехать ночью а здесь самозаезд сейчас сделали оплату хозяину этой квартиры и за эту и за ту так что всем скоро мы перей едем отсюда уже сидим на низком старте самое ужасное везде это вот эти лестницы лифта нету и тащить вот этот тяжеленный чемодан это 6 6 это только второй этаж это нереально фу я на пиару до чемодан слышно здесь тепло в этой квартире прям тепленько здесь стоит радиатор их уже увидел опа и далее все мы переехали геймер центр у нас по-прежнему работает отдыхает пацаны после такого сложного перелета насенка тоже перебазировалась на другую кровать тоже отдыхает потому что уходило такое я сейчас хочу загуглить этот весь район что вообще здесь есть по близости где можно поесть местную еду местную в том плане что это кафешка будет для местных потому что цены там в четыре или пять раз даже дешевле мы когда улетали из стамбула пошли вот по центральной так сказать улице гулять и там пидешки продавали за 200 с чем-то мы поели потратили кучу денег а потом поняли что нужно было пройти там несколько метров до метро и там уже местные и как раз ходили покупали там за 50 за 60 лир пидеху поэтому сейчас нужно посмотреть внимательно что здесь чтобы не попасть опять на уловки вот этих вот странненьких людей которые закручивают цены когда мы путешествуем всегда стоит вопрос где снять жилье как снять жилье и самое главное как снять достойное жилье за нормальную цену существует огромное количество сервисов огромное количество сайтов где это можно сделать но не каждый сайт работает хорошо и не на каждом сайте есть достойные проверенное жилье но у нас есть сервис который мы рекомендуем всегда это суточная ru мы путешествуем всегда суточную ру всегда подбираем квартиры именно там ведь этот сервис настолько удобен от интерфейса до фильтрации от отзывов до самих хозяев кто задает это жилье там есть различные статусы есть статусу супер хозяинов кстати на которые мы очень сильно обращаем внимание и стараемся снимать квартиры именно с этим статусом и возможно кто-то из вас думает что суточную работы только по россии то я скажу что нет ребята суточная ru давно уже идет по миру и работает уже в приличной количестве стран так что отправляясь за рубеж обязательно берите ссылочку мою и в описании и бронируйте себе жилье через суточную ru но для тех кто путешествует по россии то суточную особенно выгодно ведь они знаете что сделали они возвращают до 30 процентов кэшбэка обратно вам на счет и эти бонусы вы можете потратить на дальнейшее бронирование нового жилья представляете как круто на самом деле все как я люблю ты путешествуешь тратишь и даже зарабатываешь ссылка там переходите ищите себе жилье бронируйте и путешествуйте с удовольствием вот видите минус таких домов без лифта это вот так вот коляску таскаешь 4 этажа просто на себе но какой у нас классный райончик посмотреть мы вот так вот выходим просто из подъезда попадаем вот такую туристическую красоту стамбула прям в центре стамбуле к оба раскладываем коляску садим мирошку прыгай скорее садь и стамбула встречает вообще великолепной погодой not просто кофты можно одеть и все парни у нас вот ветров очках и самый кайф смотрите мы прям припарковались возле магазина где есть сумки чтобы нам купить новый чемодан но мы так подумали что мы новый чемодан покупать не будем потому что денег нету на это поэтому обмотаем его скотчем и как-нибудь доберемся до анталии парить как раз то ух вот улица здесь катаются трамваи вот но наверное не сейчас были сколько людей наша задача сейчас покушать а потом мы будем обращаться в госпиталь потому что настенки на ухо и и не отпускает болит серьезно пухло капли туда не протекают видимо насенка что-то туда заначку какую-то запихала и не и не говорит про это а пока погуляем по вот этой вот пешеходной улице представить каком кайфе мы живем вот так вот вышел ехать вообще никуда не надо ты просто вышел и пошел гулять потрясающе еще вот сегодня утром здесь трамвай ходил вот видите мороженое сладости вай красота пожалуйста манга коллинз и чем дм все здесь так нам направо идем вообще по навигатору пошли почитаем сюда нам сюда поедет а дай под сниму родик отойди вот да смотри смотри вот мы как раз попали на трамвай смотрите люди прям гуляют по трамвайным путям трамвайчик идет все расходятся в сторону так мы идем есть местные виды вот каштаны антоха тебе приветствовать здесь свои любимые каштаны жарят вот мы это покупать не будем точно вот пожалуйста еще чемоданы сумки чемоданы когда гуляешь по старинным улицам вообще на самом деле любого города то камеру вообще не охота отключать просто хочется все показывать показывать и показывать потому что вы сами понимаете да особенно когда ты гуляешь по стамбула это вообще невероятно что-то еще закрыто потому что еще не вечер много здесь все начинает работать только вечером прийти здесь классно маленькие столики ой как лёва это вот прям местная на самом деле история и вот она пидешное куда вот мы хотели прийти и здесь цены не как же туристов а как для нас длиной очень круто вот на этой улочке было пидешница вот прям местная но почему-то закрыто не работа они там что-то все намывает видимо и все не по хэдэшка поэтому ладно пойдем в другую уже по направлению госпиталю и там чё-нибудь оба посмотрим оказывается прямо возле нашего дома есть классное заведение смотрите трамвайные пути перешли мирмара кафе вот сюда заходим здесь классные цены пойдемте кушать красота а можно еще вот на второй этаж по телесной залетаем упа 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 закажем супчик поедим вон туда давай уголок вот по ценам вот суп 28 красота будем еще будете вот на стенку вот это хочу давно поесть искандер маленькую порцию короче понял классное заведение сейчас попробуем на вкус мы на самом деле максимально соскучились по подаче турецкой сразу приносит огромный качан просто хлеба и мека и даже отвыкли от слов я привык нам разговаривать по-английски и прям да а сейчас нужно перестраивать снова языка к валюту нужно перестроить такие еще и язык ну что парни как вам соскучился а вам как мирошка после азии конечно это вообще это обалденно как родной хлебушек берешь то невероятно пока мы ждем когда нам принесут вторые блюда связывающие со страховой компанией возможно получится чуть придумать страховка если не затянется я сейчас будет это все долгое полоскание то пойдем на прямую же куда-нибудь в госпиталь а потом мы просто предъявим этот чеки счет пусть возмещают деньги в общем это блюдо населенка давно хотела попробовать это очень вкусно понимаете аж сразу ухо проходит или проходит очень сильно болит на самом деле даже жевать сложно но так вкусно с йогуртом вообще а еще эти слова мясо и йогурт на своих прямых эфирах мы разыгрываем не только какие-то интересные подарки смерти мы были но и наши авторские гайды у нас их уже не один и даже не два а целых вот столько представляете и сейчас учитывая что сезон эти гайды очень актуальны и мы решили снастика что мы запустим акцию если вы планируете отправиться в путешествие по нашему югу в такое большое путешествие от анапы до сочи мы решили сделать такую акцию 3 по цене 2 то есть вы приобретаете гайд анапа геленджи и сочи по цене двух гайдов мне кажется очень классно но не забывайте про то что у нас есть гайд по крыму также у нас есть гайд по абхазии а еще у нас есть новый гайд по дагестану и вот гайд по дагестану является самым лучшим гайдом который у нас вообще есть если ни разу не были в дагестане обязательно скатайтесь сделать это с нашим гайдом ведь так ваше путешествие будет максимально комфортно вам даже думать ни о чем не надо будет только просто пользоваться нашим гайдом ссылка на наши гайды есть в описании к этому видеоролику переходите приобретайте гайды которые вам нравятся и вперед путешествовать поели мы на 415 лир недешево но очень вкусно хотя на самом деле ну как недешево на такой большей семьи мне кажется нормально цена сейчас отправляемся гулять по этой улице по пути точнее будем гулять по этой улице по пути в госпиталь нужно обязательно короче уже к врачу потому что на стенке прямо болит конкретно буду вам показывать атмосферу блин здесь очень круто слушайте вот какие в любом городе на таких вот пешеходных улочках красота вот у нас здесь макдак есть дай если застройка в центре настолько плотная что из окон вообще нет никаких видов только если вот у тебя бы примут сюда вот выходят окна на эту улицу но здесь будет явно шумно вот насенка удивительный человек от вроде идет за мной я голову поворачиваю нет и все она уже шушала по той улице прямо хотя нам нужно налево вот стою кричу кричу а учитывая что у нее одно ухо не слышит очень сложно было до нее докричаться я понимаю что у тебя ухо но глаз тоже не видят посмотрите какая огромная и красивая мечеть вообще масштаб и и кто-то у нас и зрители очень любят смотреть на мечети которые мы снимаем вот пожалуйста сразу показал двигаемся дальше и вот ведь немножко колорита вот пожалуйста семиты видите вот так вот продают в такой вот тележке ну собственно как я покупал сегодня видели а вот еще одна пешеходная улица посмотреть какие красивые проулки какие здания на реставрации вот какой прикольный дом полукруглый да какие-то интересные вот квартиры да вот эти планировки как они нам все это делают супер мы вроде бы дошли и самое интересное да вот так первый день стамбуле и сразу в больничку оси бадем называется возможно это слушайте у нас вход с другой стороны я понял где вход на все надо вот сюда идти наверх обратно пошлите мы не в ту сторону пошли мы пришли в госпиталь нам говорят что врач от если без страховки обращаться от 150 долларов стоит это просто консультация ну естественно скорее всего там накидают еще куча процедур там таблеток поэтому решили что все-таки связаться страховой узнать будем ли по страховке проходить надеюсь повезет приняли у нас все данные сказали ждать течение часа стоим ждем здесь потому что скорее всего на отправят именно сюда она стенка мало того что уха болит еще и сейчас укладывает мирошку надеюсь он потом переложится и поспит в коляске как в аэропорту было бы вообще великолепно по страховке нас короче отправляют в другой конец города вот но там специалисты принимают до пяти они нам предложили даже на дом прислать врача но врач будет общей практики населка говорит нет это не надо потому что нужен окулист поэтому смысла даже не туда ехать да да и они могут организовать врача на завтра осмотр айни окулистом а вора и мы сейчас все все-таки ждем подтверждение что возможно вот в этом вот госпитале будет все-таки врач и сможет насенку принять надеемся но если нет уже тогда следующий день поедем просидели мы два с половиной часа там вот связали нас клиникой вот которая на другом конце города они сказали что завтра примет специалист но также предложили горит скиньте вашу геолокацию мы посмотрим какие партнеры у нас есть ближе чтобы вам и не ехать далеко вот сказали уточнят и на завтра будет назначить какой-то доктор ну точнее нам нужен лор будет лор вот потому что терапевт ночь от несерьезно раз мы обращаемся как-то нет смысла и обращение будет бесплатно уже это все подтвердили все как бы с этим нормально идем уже домой и здесь людей стало все больше и больше отсюда даже не хочется уходить настолько здесь классно и после шри-ланки вообще непривычно столько глаз отвык от всей такой движухи да и в целом мегаполисе конечно мы не были очень давно это прогулка по стамбулу перед тем как мы улетали она была конечно не наполнена вот этим всем потому что мы были здесь уже очень поздно вечером а сейчас вообще просто невероятно все ребята мы дома сейчас вам сделал рум-тур этой квартиры оцените вот в таком вот клевом районе нам удастся пожить на несколько дней в стамбуле и будем гулять снимать показывать изучать этот город вместе с вами это прихожка эта дверь непонятно куда ну да ладно коридор так здесь значит сразу же у нас ванная комната но посмотрите как все стильненько и аккуратненько даже есть стиральная машина здесь короче как бы квартира это старая но ремонт в ней хороший вообще центр здесь все старое как найти наша тверская в москве и собственно раз комната one room вот пожалуйста здесь стоит кровать здесь еще есть дополнительная кровать здесь у нас что вот тип у нас даже есть балкон с выходом на какую-то черную лестницу непонятный кондиционер есть небольшой стеллаж есть даже сейф неплохо не нужно нам никогда не пользуемся и собственно вот сюда вход это вторая комната так вот так выглядит очень маленькая кухня но нам как говорится и хватит ничего страшного так это чего у нас за бочка вайфай наверно какой-то да это вайфай поход дела стол так опять не хватает нам одного стульчика ну ладно диван телевизор а это вход в эту же комнату кстати вот такая вот видите сквозная у нас круговая история такой ром турчик пока как говорится никого нету ну что здорово все как говорится есть микроволновки вон посуда и киевская все ну и здорово ладно я сейчас бегал искал короче пидешку потому что мы очень сильно по ним соскучились и вот все что там где мы живем я обижал абсолютно все и цен начинается от 150 за пиде я ушел чуть в сторону в нетуристический район здесь так атмосферно и пидешки уже начинаются от 50 я заказал аж 5 штук по 60 представлять вопрос сейчас объедимся но это точно того стоит вам посмотрите сколько пидешек вообще вкуснота каких там только нету и мясные и сырные и с яйцом на стенке купил такие мидии которые он так давно хотела попробовать 20 типа фастфуд мидии с рисом долма мидии долма и кукуречи мидии кукуречи а тут такая упаковка вообще шикарно 120 лир как вам квартира пишите в комментариях вот такая у нас обстановка на стенке желаете удачи чтоб не болело и до нового выпуска увидимся с вами в следующем видеоролике пока